Великие. Билл Клинтон. Часть первая. Теперь, когда мы изменили мир, пришла пора изменить Америку. Когда Уильям Джефферсон Клинтон стал 42-м президентом Америки в 1993 году, он возвестил о начале новой эры. Со времен Кеннеди американцы не смотрели на своего лидера с таким оптимизмом. Молодой Билл сам встречался с Джоном Кеннеди в 1963 году, когда он приехал в Вашингтон как сенатор нации Манчетов. Это был определяющий момент в его жизни. Клинтон, выходец из беспокойной и бедной оканзарской семьи, он отличался в школе, где активно участвовал в школьной политической деятельности и играл на саксофоне. Он выиграл право поступления в университет Джорджтауна и в университетский колледж в Оксфорде и два года провел в Британии, изучая основы управления. Клинтон вернулся в США и поступил в Ельскую юридическую школу в 1970 году, где встретил свою будущую жену Хиллари Рокхэн. Получив через три года юридическую степень, он занялся политикой в родном штате Арканзас. Выиграв в 1978 году губернаторские выборы, он проиграл следующие выборы через четыре года, но затем выиграл вспомогательные выборы и вернул пост в 1982 году. Через 10 лет Клинтон решил выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы от демократической партии. Его оппоненты распространили слухи о его неверности и темных деловых операциях. Вы чувствуете, как уязвимы ваш характер и вера после того, что написали республиканцы? Нет, не думаю. В ходе кампании я продемонстрировал и то, и другое, а также показал публике свою личную жизнь. Люди знают мои лучшие стороны. Остальное их не волнует. В этот день с надеждой и бесстрашием большая часть американцев проголосовала за новое начало. Я хочу сделать новый начало. Он был в том, чтобы приблизить Америку к центру, где среди его инициатив было введение пятидневного ожидания для американцев, желающих купить оружие, и сокращение налогов у 15 миллионов семей с низким уровнем дохода. В международных делах Клинтон счел первоочередной задачей установления долгосрочного мира на Близнем Востоке. Он использовал влияние Америки, чтобы вынудить сесть за стол переговоров лидера ООО «Ясера Арафата» и премьер-министра Израиля Ицхака Радина. И провел историческую встречу в Осло в сентябре 1993 года, которая разрешила ввести ограниченное самоуправление на палестинских территориях. В следующем году его администрация способствовала мирному соглашению между Иорданией и Израилем. Но на его президентство черным пятном легли внутренние скандалы, угрожающие подорвать положение Клинтона. Клинтоны были вовлечены в неудавшиеся дела с недвижимостью, известные как Уайт-Отер. И республиканцы пытались нажить на этом политический капитал, опорочить пару и создать помехи с следующим выбором. Однако Клинтон был популярным президентом. Его обаяние и приятные манеры снискали ему любовь у людей всех слоев общества. Во время посещения альма-матер в Оксфорде его окружила толпа взволнованных студентов. Он получил почетную степень доктора за то, что был неустанным и отважным борцом за мир во всем мире. Он использовал свою власть, чтобы положить конец возне в Конгрессе с бюджетом и имел мощного сотрудника в лице его жены, Хиллари. Клинтон боролся за переизбрание в 1996 году и легко победил своего республиканского соперника Боба Доула. Но именно споры во время второго президентского срока Клинтона определили стиль его президентства. Нет здесь другого человека, который бы так скромно встречал эту победу, как я. Великие. Вилл Клинтон. Часть вторая. В 1996 году Клинтон выиграл президентские выборы с большим перевесом, но вскоре на поверхность всплыло еще больше скандалов. Паула Джонс, бывшая госслужащая из Арканзаса, выдвинула в 1994 году обвинение против президента за сексуальные домогательства. В 1998 году Клинтон был вынужден заплатить ей четверть миллиона долларов за молчание, но самое худшее было стерилизм. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левинский. Я никогда не лгал людям. Ни разу. Никогда. Ее утверждение ложь. Однако нашлись доказательства того, чем он занимался с молодой сотрудницей Белого дома, и он был вынужден сделать унизительное признание. Я не думаю, что это что-то доказывает, но я грешник. Для меня важно, чтобы все, кому я причинил боль своими действиями, знали, что я испытываю подлинные чувства раскаяния. В первую очередь это важно для моей семьи, а также для моих друзей, моего штаба, членов кабинета, для Моники Левинский и ее семьи, для американского народа. Я прошу у всех прощения. Я раскаиваюсь. Раскаяние Клинтона не удовлетворило Палату представителей, контролируемую республиканцами. Они проголосовали за импичмент президента в 1998 году. В следующем году контролируемый демократами Сенат оправдал его. Отложив в сторону личные неприятности, Клинтон отдал последний долг трагически погибшим сотрудникам посольств США в Кении и Танзании в результате самоубийственных терактов Аль-Каиды. Хотя скандал в Слевинске впустил под откос последние годы правления Клинтона, он прилагал все усилия, чтобы выдвинуть США на передовую позицию в принятиях глобальных мирных инициатив. Он посредничал в переговорах между премьер-министром Израиля Бенджамином и Нетаньяху и лидером ОООП Ясером Арафатом. Я верю, что мы добились успеха на пути к миру. Но хотя мы сузили широкий спектр разногласий, все еще сохраняется узкая пропасть между позициями двух сторон. Кроме того, он сыграл ключевую роль в Косовском международном плане урегулирования после того, как военные силы НАТО вынудили сербов уйти из Анклава. Перед нами блеснул луч надежды. В течение 33 месяцев бушевал пожар в бывшей Югославии. Подписывая сегодня соглашение, ботнистые и хорватские лидеры пытаются погасить пожар и начать трудный процесс урегулирования. Клинтон помог установлению мира в Северной Ирландии, посредничая соглашение Великой Пятницы, которое навсегда примирило националистов и униантов. Однако в то время, когда он достиг некоторых успехов в международной политике, многие американцы пропали без вести в Руанде в 1994 году, где погибло миллион граждан. И Северная Корея упорно отказывала международным наблюдателям в доступе к своим ядерным объектам. Поскольку его президентство подходило к концу, он сосредоточил усилия на помощи своей жене Хиллари, которая баллотировалась в своем штате. Она получила место в Сенате от штата Нью-Йорк и пара купила дом в Чапакуа, близ Нью-Йорка. Вице-президент Альберт Гор потерпел поражение на выборах 2000 года, уступив Джорджу Бушу-младшему и Клинтон, удалился от публичной жизни и политики. В 2004 году его автобиография «Моя жизнь» побила рекорды продаж нехудожественной литературы, показав, что американцы по-прежнему очарованы своим шаловливым, но искренним бывшим лидером. Мое пребывание в этом кабинете окончено, но надеюсь, что моя служба нации еще не завершена.